В старом мире люди, где меня воспитывали, там было деление на работу и отдых, и отдыхом называлось отсутствие работы. Но дело в том, что это ни хрена не работает, потому что я сколько не пробовал отдыхать лёжа на плёже, я не отдыхал, я наоборот уставал. На самом деле сейчас лучше работает другая комбинация, когда, например, отдых, это тогда, когда ты чем-то очень увлечён. Например, художники, когда пишут картины и чем-то увлечены, могут три дня, трое суток не спать, предприниматели, когда чем-то увлечены, могут так же, артисты, да все люди, каждый, когда чем-то увлечён, может три дня не есть, не спать, только вот в этот момент что происходит с человеком? У него даже ни секунды нет вот этого, то, что ты назвал лень. Вообще лени нет, её не существует. Лень – это естественная реакция организма, такие симптомы, да, которые говорят тебе, эй, что-то не то. То есть организм тебе говорит, что-то не то. Чувак, ты ничем не увлечён. Ну, ну, люди научились называть это лень и придали ему какой-то сакральный статус, вот типа вот лень, не надо бороться. Я тебе расскажу, что значит слово «бороться» и как с ним быть. Вообще, если ты будешь с чем-то бороться, у тебя нет шансов это победить. Я тебе расскажу такую историю, я прям очень сильно вдохновлён ею. Вот морские котики, например, американские, знаешь, тест такой молодых бойцов, которых там тренировали, вот связывают руки и бросают в бассейн. Цель – пять минут выжить. Первое, что делают люди, что начинают барахтаться, голову пытаются удерживать, руки связаны сзади, барахтаются, голову удерживают, ну, паника, действия, ну, и очень быстро приходит к тому, что буль-буль-буль, захлёбываются, их потом вытаскивают, и что? Тест не прошёл. Потому что очень естественно человеку начинать бороться. Бороться за выживание – это то место, где инстинкты человека работают против. То есть они включают борьбу, борьбу за жизнь, высовываю голову и так далее. На самом деле есть только одна стратегия, применив которую ты проходишь этот тест – не бороться. ты буль-буль-буль-буль-буль-буль на дно, отталкиваешься от дна, и в момент, когда тебя выносят наверх, выбираешь воздух, и опять буль-буль-буль-буль-буль-буль до дна, опять отталкиваешься, всё. Смотри, этот тест проходят люди, которые даже плавать не умеют, и бороться с ленью – это то же самое будет, то, что я тебе сказал, то, что с морским котиком – ты пойдёшь на дно. Бей всегда в коренную причину проблемы, а не в симптомы, которые порождают эту причину. Поэтому, на самом деле, лень – это симптом и сигнал человека, что что-то надо поменять в своей жизни, сделаем что-то не то. Дело не увлекает, дело, которое ты занимаешься, делаешь сейчас, не питает тебя и не дает тебе смысл. Это сигнал. Игорь, смотрите, я вот начинал учить английский язык раз в 50 уже, и я начинаю очень активно, увлекаюсь, интересно, учу месяц и потом бросаю. Я тоже не отношусь к людям, которые могут с железной хваткой, значит, за что-то схватиться и английский выучить, я его тоже начинал, может, не 50 раз, но 20 точно было. Поэтому нормально. Но, тем не менее, я его учу и повышаю владение для того, чтобы заниматься бизнесом. У меня интернациональный, международный бизнес, мне необходимо взаимодействовать с иностранными партнерами. И теперь внимание, вопрос, смотри, вынужденное предпринимательство в английском языке ровно на том уровне, который мне необходим, понятно, да? В запас учить английский язык, ну то есть про запас, авось где-то потребуется и так далее, могут 3% людей. Вот. Если ты к ним не относишься, к этим 3%, забей. Человек с собой сам всегда договорится. Вот не сейчас, а с понедельника или, ну, со вторника так точно, да? Типичный паттерн, да? Нет никакой силы воли. Есть вынужденная необходимость, когда, если нет, то хердык. И тогда, ну, это то, что я называю, жопа горит. Ну, все, не сделаешь, не выживешь, да? Ну, и ты начинаешь, да? И есть второе, выгодное поведение. Когда ты, задумав некое благоприятное будущее, отложенное, да, начинаешь совершать эти усилия, потому что, потому что ты выбрал для себя такое благоприятное будущее, это просто выбор. Смотрите, выгодное решение для меня – это встать утром и пойти на пробежку. Но я просыпаюсь утром… Черт побери, откуда ты знаешь, что это выгодное решение? Ты попробовал? Да, я себя чувствую сильно лучше после этого. Но я встаю утром, и мне не хочется идти на пробежку, я хочу остаться под одеялом. Вот способность… Ты нормальный, ты живой, ты хороший. Вот если бы ты вставал и говорил, я встаю утром, я не хочу под одеялом, ты бы врал, я бы тебе сейчас сказал, ты врешь. Но умение не поддаться этому инстинкту и выбрать более выгодное решение – вот оно, свойство «я» концептуального. Свойство человека разумного. Homo sapiens, как угодно там называть. Вот оно. И оно лежит в основе успешного человека. Использует… Навык не поддаться инстинктам. Можем ли мы сказать, что этот навык можно развивать и усиливать? Нет. Это очень интересный вопрос. Навык не поддаться инстинктам формируется до 12 лет. Ну, не то чтобы не поддаться инстинктам. Все мы поддаемся инстинктам. Навык управлять степенью поддаваемости к инстинктам до 12 лет закладывается. Значит, смотри, просто фундаментально проигрывает по жизни потом тот, у кого сформировался такой… Инстинкт бахает, и я не могу включить задержку, я сразу вот делаю. У тех по жизни каждое решение, которое они делают, будет менее эффективным. Как вы формируете в своих детях навык не поддаться инстинктам? Я бы не сказал, что я формирую. Череда событий и череда обстоятельств, которые через среду я создаю вокруг моих детей. То есть, они такие же участники создания своей среды. Но я, конечно, подбрасываю в котел этих обстоятельств много чего такого разнообразного. Так называемая воспитательная, образовательная среда, которая порождает очень много разных неповторяющихся событий. Большое разнообразие. Разные люди, разные комбинации, ночью, днем, вперемешку. Разные. И поощрение ученика выбраться из этого события достойно. То есть, выйти на следующий уровень, ощутив при этом, что это он выбрался, а не его оттуда вытащили. Игорь, какие есть инструменты, чтобы прокачать вот эту способность не поддаться инстинктам? И вы сказали, что это делается только до 12 лет. А что делать людям позже, если у них эта способность не прокачана? Для того, чтобы во взрослом возрасте или в малом возрасте у человека случилась тренировка замены инстинктивного поведения на более выгодное, нужны, ну, например, педагогы или наставники, или те люди, которые для этого человека являлись ролевыми моделями. Единственное, что можно в этой штуке, в этой ситуации сделать, найдите своих людей, кому вы не безразличны. Ну, тут, конечно же, последует вопрос, а где их найти, мы не можем найти, но это уже плач Моя Ивана и Царевна, да? Я не хочу ничего менять, хочу сидеть на жопе ровно здесь и сейчас, я сейчас говорю, между диваном и задницей доллар не летает, вообще ничего не летает. Абсолютно не важно, с чего начать, начни с чего-то, забей первый гвоздь, поставь первый шаг, первую зарубку, да? Все, сделай первый шаг, выйди из зависания, из состояния, что, блядь, надо думать, надо... Да не надо думать, думать вредно, думаешь, думаешь шаблонами окружающих тебя людей, забей гвоздь, сделай действие и посмотри. О, смотри, застелил кровать, вот, кровать застелена. У меня получилось, скажи себе, у тебя получилось, все, малыми шагами, пошел, 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 разогнался, после второго-третьего шага, слушай, уже все ненужные мысли от тебя ушли. Представь себе, что мы все люди и у нас вот этот регулятор, как на радиаторе, вот, вот сейчас просто на единичку или на двойку включен, а вообще десять рисок, а мы на единички и двойки, ну и мы живем не просто в пол накала, мы вот на единички живем, а всего десять, мы на десять процентов сейчас живем. Но нам кажется, что вот мы живем на все, и вот это чувство, когда нам, ну, не очень нравится, как мы живем, вот, оно нас не обманывает. Это и есть следующее предощущение, что есть другой уровень жизни, в десять раз другой. Да. Так вот, открутить этот регулятор, самое главное, и открутить его не в отношении кого-то, а в отношении себя.